Педагог и просветитель — это фигура абсолютной власти. И мне кажется, знания передаются совершенно другим образом. То есть нет такого, что есть носитель какого-то знания, например, педагог, и есть какой-то ученик. И процесс, скажем так, просвещения, процесс передачи знания как раз настроен на то, чтобы один передал знания другому. Мне кажется, все-таки по-другому совершенно учебный процесс дается. Есть такой, по-моему, Жан-Жозеф Жакомо, французский был педагог, начало девятнадцатого века, насколько я помню. Он провел замечательный эксперимент, я в детали вдаваться не буду. Он приехал преподавать в Нидерланды, и он не знал фламандского языка, на котором все говорили. А люди, с которыми он должен был разговаривать, собственно, студенты, они не знали языка французского. И он сделал замечательный эксперимент, он билингвальную книгу достал какую-то, я не помню, какую именно, и научил студентов французскому языку по этой книге, хотя он не мог с ними говорить на фламандском языке. И мне кажется, что, в принципе, фигура педагога — это фигура не того, кто передает какие-то знания, а это фигура человека, которая совращает определенным идейным горизонтом. Ну, «совращает» — это плохое слово, но вербует. Тут вербует тоже плохое. Ну, который говорит человеку, что существует, в принципе, и это, и ты с этим можешь ознакомиться тоже. Я, когда учился в школе, иногда не понимал, зачем, ну, и в университете тоже, кстати, в университете гораздо чаще, не понимал, зачем вообще есть преподаватель, потому что у нас есть учебники, которые можно прочитать, и в которых есть очень ценные мысли. А есть преподаватель, который, видимо, этих учебников не читал и говорит там какую-то ерунду. Для меня был прекрасным примером лекции, которые проводил, например, такие есть философы французские, это второй половины 20 века, Жильделёс или Жак Лакан. Я смотрел записи, я просто восторгался, когда сидит профессор в центре аудитории, он сидит на столе, он курит, рядом вокруг него сидит куча студентов, и он с ним разговаривает абсолютно на равных. То есть идет не процесс передачи, опять же, имеющихся знаний, а идет пространство дискуссии и производство определенных смыслов. И учитель, и преподаватель, и студент, они абсолютно равны в правах. То есть преподаватель, скажем, может просто драматургически задавать какой-то вид в дискуссии, но они, скажем про это. Мне кажется, это, к сожалению, в российских реалиях мало подходит, потому что все-таки в университет обычно люди идут не для того, чтобы получать знания, для того, чтобы не идти в армию, для того, чтобы получить диплом. Но это, опять же, тоже достаточно объяснимо с точки зрения социального устройства и прочее. Продолжение следует...